Уважаемые участники конференции, докладчики и организаторы, всем добрый день. На самом деле в открытых источниках можно найти такую информацию, что проект — это целая маленькая жизнь. И вот как и в жизни, и в проектах бывают свои удачи, свои победы, и также свои поражения и свои неудачи. И в целом, как и в каждой из наших жизней, в проекте всегда встречается несколько людей, которые играют важную роль в развитии и становлении, как и нашей жизни, так и проекта в целом. Поэтому для вас сегодня усыпят сразу трое. Каждый из нас расскажет потом о своей роли в проекте и, собственно говоря, какой вклад мы привносили в развитие нашего проекта. Честная часть досталась мне. Собственно говоря, меня уже представили, я Василий Мажаров, я руководитель бизнес-процесса по управлению менеджмента знаниями в компании «Газпромнефть» и научно-технический центр. А коллеги там уже представятся далее по ходу доклада. И, собственно говоря, какая моя роль в проекте? Я владелец продукта и отвечаю за бизнес-результат цифрового решения. Собственно говоря, давайте я кратко расскажу, что такое управление знаниями в рамках нашей компании. Андрей, пожалуйста, второй слайд. Для нас, для компании «Газпромнефть» управление знаниями – это сам по себе процесс. То есть мы не занимаемся им в каком-то отдельном активе, мы не занимаемся им в какое-то определенное время года и почетным числом. Для нас это постоянный процесс. И этот процесс, в который включены все дочерние общества. Это, с одной стороны, как наукоемкие, например, научно-технические центры, с другой стороны, как сами активы. Мы постоянно обменяемся информацией с месторождений, обменяемся победами, неудачами в рамках капитального строительства, в рамках бурения, международных работ. И наша задача – все эти знания, все инсайды накопить, систематизировать и предоставить будущим командам в рамках проектной деятельности. Или предоставить экспертам, когда они оценивают потенциальные новые технологии. Наша задача – все своевременно и грамотно доставить коллегам. И еще раз, да, управление знаниями – это процесс, в который включены все дочерние общества группы компаний «Газпромнефть». Если вы обратите внимание на нижний правый угол, то под аббревиатурой СУС понимается система управления знаниями. И она состоит из трех таких важных частей. А в рамках выступления нашего совместного мы сфокусируемся на процессах и на IT-системе. Но прошу вас на будущее для понимания понимать, что система управления знаний также не может быть и реализовываться без людей. Но поскольку наше выступление про проект, про реализацию эффекта, мы расскажем сегодня про синий кружочек и про зеленый кружочек. Следующий слайд. Пожалуйста. Если вам, возможно, показалось по второму слайду, что все у нас так замечательно и все круто, и зачем нам заниматься цифровизацией и улучшением бизнес-процессов по управлению знаниями, то на самом деле скажу, потому что вообще в целом мир меняется, меняются условия, меняются рынки. Те люди, с которыми мы раньше партнерились, мы больше не можем партнериться. Нам нужно искать новых поставщиков, нам все труднее добывать нефть, мы должны искать новые технологии, способы, чтобы ускориться и повысить эффективность добычи. Собственно, все эти предпосылки, скажем так, подталкивают нас к непрерывному улучшению процессов по управлению знаниями, по поиску необходимых экспертов, технологии, по оценке результатов интеллектуальной деятельности и прочее. Поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособными и чтобы оставаться эффективной компанией, вы представили перед собой цель. Андрей, пожалуйста, четвертый слайд. Цель наша звучит довольно-таки простым образом. Это повышение устойчивости технологического развития. То есть сделать так, чтобы компания «Газпромнефть» на далекой перспективе была конкурентоспособной, чтобы в ней появлялись новые технологии, и мы были одними из лидеров рынка. Собственно говоря, задачи, я надеюсь, вы подчитали сами, я не буду их озвучивать на слайде. И сейчас я уже от запроса бизнеса, от потребностей передаю слово Андрею. Спасибо. Да, спасибо, Василий. Пора мне подключиться как представителю компании-подрядчика. Собственно, исходя из целей, которые Василий озвучивал, стала понятна необходимость изменения IT-системы, инструмента, который управляет знаниями в компаниях. Собственно, вот на этом этапе мы и подключились. И перед вами, соответственно, функциональные требования к системе, которые были от бизнеса. Они, с одной стороны, просты и, в общем-то, как бы понятны, но, с другой стороны, не дают четкого ответа на вопрос, а какой должна быть система, чтобы обеспечить ускорение бизнес-процессов, сократить время на работу с информацией для сотрудников и так далее. Поэтому на первоначальном этапе, пообщавшись, мы совместно, как бы, был предложен и совместно утвержден продуктовый подход к реализации проекта. То есть, что это значит? То есть, несмотря на то, что система, по факту, она внутренняя, да, для внутреннего использования, для сотрудников компании. Но мы, тем не менее, приняли решение идти снизу вверх, то есть от пользователей, для того, чтобы создать для них максимальную ценность в виде удобства и экономии времени на работу с информацией. Ну, и, собственно, вот проектная или даже, сказать, продуктовая команда, которая работала над проектом, глубоко погружалась в процессы заказчика с самого начала. Плотно работали с бизнес-заказчиками, с пользователями, выдвигали гипотезы, выкатывали там, соответственно, обновления, собирали обратную связь и так по кругу. Так, да, перейду к следующим слайдам. Ну, это нефункциональные требования тут собраны. Они в целом как бы вытекают из бизнес-требований и из того самого продуктового подхода, который мы использовали. То есть, ну, очевидно, что каждая итерация должна быть максимально короткой, чтобы быстро вносить изменения, тестировать, выкатывать обновления и собирать обратную связь. И чем короче этот цикл, тем, соответственно, мы быстрее развиваемся, вот, с точки зрения продукта в том числе. И отмечу здесь, соответственно, что важно, ну, в любом случае, корпоративная система, это большая корпоративная система, поэтому требования были и к информационной безопасности, и к необходимости использовать там российское OpenSource ПО, об этом еще коллеги расскажут чуть дальше в презентации. Здесь, наверное, отмечу вот как раз про удобство пользования, удобство для пользователей, про интерфейс. То есть, мы очень много внимания уделили в процессе работы именно интерфейсу, и, по сути, была создана даже отдельная, как бы, дизайн-система для того, чтобы интерфейс сделать максимально простым, дружелюбным для пользователя, при этом не тратить очень много времени на его доработку и изменения. Технические решения, которые, как бы, исходя из этих требований, были предложены, они также, естественно, как бы, соответствовали выбранному подходу. И для того, чтобы подробнее рассказать о технических моментах, передам слово своему коллеге Михаилу Юсупову. Михаил? Да, Андрей, спасибо. Переключи, пожалуйста, на следующий слайд. Привет. Коллеги, добрый день. Меня зовут Михаил Юсупов. Я занимаюсь управлением командой разработки на этом проекте. Ну, команда разработки-продуктовая команда. Мы, собственно, разрабатываем скорее продукт, чем проект. Значит, отталкиваясь от той информации, которую до меня уже сообщили Василий и Андрей, и проанализировав функциональные и нефункциональные требования, командой разработки было принято решение определить архитектуру будущей системы как микросервисную. Микросервисная архитектура. Во главе, в глаз стоит кавка, которая обслуживает жизнь всех микросервисов. А также интересный момент, что кроме бизнес-сервисов, которые реализуют бизнес-требования со стороны заказчика, у нас есть возможность использовать инфраструктурные сервисы, которые предоставляет непосредственно сам заказчик. Здесь реализуется возможность по хранению файлов, различных изображений, видео, документов и прочего на стороне S3, а также журналирование всех операций, которые осуществляются в системе. Они у нас реализованы через OpenSearch. Все это позволяет нам снизить нагрузку на саму систему, увеличить скорость ее быстродействия и выдача контента для пользователей, что, собственно, очень важно и для бизнеса, и для конечных пользователей, так как является одним из основных требований, выдвигаемых к системе, быстродействия системы. Также здесь стоит отметить, что архитектурные решения, которые были выбраны, и они позволяют нам сократить релизный цикл и упростить поддержку в развитии системы, что также положительно сказывается на достижении целей, поставленных бизнесом. В целом, хочу отметить то, что также это решение, построенное на микросервисах, позволяет учитывать требования от информационной безопасности, которые нам поступают на регулярной основе. Андрей, прошу переключить на следующий слайд. Собственно, для того, чтобы поддерживать требования бизнеса и более качественно разрабатывать систему на микросервисной архитектуре, командой разработки совместно с представителями заказчика, было принято решение об использовании ILM-подхода в жизненном цикле продукта. ILM-подход нам позволяет гибко управлять и в каждый момент времени понимать текущий статус работ, текущий статус проекта и отслеживать состояние и трассировку бизнес-требований до конечных задач, которыми занимаются разработчики. Ну и в целом, это довольно удобный инструмент для работы с проектной документацией. Андрей, следующий слайд, пожалуйста. Для того, чтобы поддерживать ILM-подход и, собственно, строить на нем весь процесс разработки, в компании RecSoft используется собственная система, собственная разработка под названием SkillFlex. SkillFlex позволяет закрывать все потребности и команды по планированию, по мониторингу и по контролю покрытия требований. То есть ключевые и основные идеи ILM-подхода закрываются как раз с помощью SkillFlex. Также удобные дашборды, которые позволяют оперативно реагировать на любые формирующиеся отклонения и проактивно воздействовать на процесс разработки. Андрей, следующий слайд, пожалуйста. Значит, это был такой шаг немножко в сторону. Возвращаясь уже непосредственно к проекту, хочу рассказать о некоторых моментах отдельных, которые нам встретились и которые мы считаем вызовами определенными. Одним из таких моментов был переход на импортно-независимое ПО. Здесь стоит отметить то, что изначально, вообще еще до того, как мы подключились к проекту и на первых этапах, проект разрабатывался на стеке Microsoft, и, соответственно, все серверное ПО и СУБД были проприетарными. Ну и, как вы понимаете, ограничивали в ряде моментов заказчика по различным аспектам, ну, там, в частности, по лицензиям. Значит, задача по переходу на импортно-независимое ПО поступила от заказчика к нам в тот момент, когда план работы на квартал уже был определен, сформирован, и разработка была запущена, и план начал уже исполняться. Задача пришла оперативно, неожиданно. В связи с этим мы были вынуждены аккумулировать ресурсы команды, переформатировать план работ. В кратчайшие сроки были собраны и согласованы с Департаментом информационной безопасности и Архитектурным комитетом требования и допустимой стек разработки. Ну и, собственно, только благодаря слаженной работе команды разработки и проектной команды со стороны заказчика нам удалось в кратчайший срок всего за один квартал не только осуществить переход на импортно-независимое ПО, но еще и эмигрировать весь объем накопленных в системе знаний и данных в виде материалов различных. Ну и в дальнейшем, также используя опыт вот этого этапа по переходу на импортно-независимое ПО и опыт взаимодействия с Департаментом ИБ, мы строим дальнейшие процессы и учитываем потребности с точки зрения выбора ПО для разработки новых разделов и новой функциональности. Значит, следующим кейсом, про который я тоже хотел бы упомянуть, он больше не технический, а скорее административный. Значит, ну изначально в целом стоит упомянуть, что в группе процессов по управлению знаниями в настоящий момент у компании-заказчика входит 7 процессов по работе со знаниями. И в целом, когда мы начинали работать на проекте, разрабатывать продукт, наша аналитика подключалась на этапе сбора требований к бизнес-процессу. Ну, собственно, мы собирали аналитику, прорабатывали совместно с заказчиком бизнес-процессы, находили определенные неточности в бизнес-процессах, которые можно было бы улучшить, предлагали эти улучшения и в итоге скорректировали один из бизнес-процессов. Заказчик, почувствовав то, что мы можем экспертно подходить к таким задачам, поручил нам более амбициозную задачу, это уже сформировать совместно с представителями заказчика новый общий бизнес-процесс по управлению техническими знаниями. Так как, ну, я думаю, что вы понимаете, да, что процессов всего было семь, соответственно, объем этих процессов достаточно большой и вовлеченность различных департаментов со стороны заказчиков каждого из этих процессов достаточно велик. Соответственно, нам пришлось приложить довольно много усилий, сформировать рабочие группы, опросить большой объем сотрудников, провести, наверное, неисчислимое число встреч, там в календарях уже заканчивалось место у коллег, но, тем не менее, удалось сформировать конечное видение бизнес-процесса, проработать его цифровой аналог, подготовить макеты для раздела, в котором будет этот процесс реализован. Ну и, собственно, все получилось. Да, здесь отдельное спасибо. Я хотел бы сказать Василию за его активное участие в этом процессе. Передаю слово Василию. Спасибо. Спасибо, Миша, за добрые слова. Коллеги, вот мы что-то делали-делали, и к чему мы пришли? Давайте сначала к чему мы пришли с точки зрения продукта. Если вы вспомните часть выступления Андрея, Андрей как раз говорил про дизайн-системы, про то, что в свадьбе был запрос от бизнеса, но мы решили пойти снизу к самим пользователям, действительно, в рамках реализации цифрового продукта мы очень много времени уделяли внимание простым сотрудникам, которые работают на местах, на активах по всем городам присутствия. И мы живем сейчас в такое интересное время, когда становится все больше и больше информации для обработки. А в рамках нашего продукта мы решали, мы хотели сделать так, чтобы было все, все можно, как можно более, меньше ненужной информации, ненужных там каких-то кнопочек, ненужного перегруженного интерфейса. И в целом мы считаем, что мы достигли прогресса и хорошего результата, мы смогли это оценить с помощью роста индекса потребительской лояльности. Это первая часть такого нематериального эффекта. Вторая часть рамоматериальный эффект. Тут я уже сошлюсь к словам Михаила Юсупова. Он как раз говорил про выбранные стек технологии и его обоснования. И действительно сейчас мы именно со стороны бизнеса видим сокращение в том месте дальнейших доработок и дальнейшего развития продукта, который может достигать почти третья. Если мы говорим не только про продукт, но и про сам процесс, процесс управления знаниями. Андрей, следующий слайд, пожалуйста. То тут также мы видим две составляющие. Это не экономические эффекты и экономические эффекты. К неэкономическим эффектам мы относим то, что мы реально стали видеть рост нашей аудитории, рост количества пользователей, которые работают в системе. И также мы видим то, что они не просто зашли на сайт, на портал и потом через 3-4 часа его закрыли. Они делают определенного рода активность. Они извлекают уроки, они пишут корректирующие мероприятия, они рекомендуют новые технологии, проводят оценку идей. И в целом аудитория стала более активной тоже за счет прироста конверсии пользователей, именно в потребителей знаний. С другой стороны, про экономический эффект, куда же без него мы, собственно говоря, все работаем ради повышения экономической эффективности компании. У нас в рамках группы компании «Газпромнефть» есть такой отдельный проект, который называется «Система продуктовой аналитики», демориально подключаемся к проектам, измеряем время взаимодействия пользователей на порталах, какие они делают клики, как они ходят и как они быстрее или медленнее достигают результат. И вот подключившись к нашей системе, мы увидели, что почти на 35% у нас сотрудники стали меньше тратить свое время на типовые задачи в рамках процесса по управлению знанием, меньше тратить время на оценку, на поиск необходимого эксперта, меньше времени на то, чтобы добавить какой-то новый материал, соответственно, мы можем быстрее и точнее поделиться с коллегами из других активов компании. Какие же наши дальнейшие шаги, что мы планируем делать дальше? Сейчас наша главная идея такая, что полученный продукт, разработанный совместно с нашей подрядной командой. Мы будем позиционировать и развивать ее как платформу для цифровизации новых процессов по управлению знаниями. Как раз в рамках поступления Михаила он упомянул новый сервис, который посвящен работе с техническими знаниями. В целом, если говорить про продукт, то у нас на данный момент в бэклоке больше сотни задач. Сейчас он ориентировочно проект заканчивается февралем 2028 года. Из этих более задач у нас 13 это довольно крупные задачи. Мы называем это новыми сервисами. Это в дальнейшем это будут новые процессы по управлению знаниями, которые родятся в рамках совместной работы при реализации проекта как со стороны бизнеса, так и со стороны проектной команды. Коллеги, у меня все. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, мы совместно с коллегами готовы ответить. Спасибо вам большое за интересный доклад. Уважаемые коллеги, да, вопрос как раз-таки поступил от Виталия. Каким образом в IT-инфраструктуре реализована интеграция ПО, инсталлированная на Астрии и постгресс традиционными продуктами Windows и MS SQL и Oracle? Коллеги, кто из вас? Видимо, вопрос мне. Если я правильно понял, подразумевается, каким образом совмещается одновременная работа различных... Да, ну, то есть, допустим, да, все верно, Виталий уточняет, то есть, именно, то есть, по-моему, на Астра, Linux и Postgres с традиционными продуктами там на Windows. Как они... Я про базу данных и отвечу, да. У нас просто... Я рассказывал до этого, что в рамках группы компании есть общая система по продуктовой аналитике, которая подключается к различным системам и собирает продуктовые метрики. Вот, на уровне баз данных и обменных информаций на эту систему есть другой проект, он называется КЛАД. Это общее хранилище, то есть, условно, общее IT-система, площадка, в которой все проекты скидывают информацию, которой необходимо обмениваться. Я, как представитель бизнеса, все детали, которые знаю, если нужны будут технические детали, то напишите, пожалуйста, мне, я просто подскажу коллег из Газпром Нефти, которые непосредственно работают по проекту КЛАД. Но ответ такой, что есть общая и отдельная система, которая сфоризирует все различные проекты, различные системы, тех данных, которые там необходимо обмениваться, чтобы они существовали в рамках всех продуктов. Михаил, теперь ты. Да, да, значит, ну, собственно, наш проект реализован, как я уже говорил, на операционной системе Astralinux, значит, под потребности хранения данных выбрана PostGrip Pro, которая, собственно, также установлена на Astralinux и успешно на нем функционирует. В плане интеграции и обмена данными между системами у нас существует в этапе как на вход, так и на выход для передачи информации между различными типами СБД и систем. Виталий, если вдруг требуются какие-то еще дополнения, то напишите, коллеги еще прокомментируют. Да, вот Дмитрий уточняет уже другой нюанс. Ну, Виталий, да, поблагодарил, все отлично по поводу вопроса. Дмитрий уточняет, база знаний это хорошо, все сейчас меняется быстро, а как планируется именно поддержка актуализации данной базы знаний? Да, Дмитрий, спасибо за вопрос, но как раз мы говорим про процессы по управлению менеджмента знаний, а у нас это не просто что-то как библиотека, у нас есть определенные лица, определенную роль, у нас есть роль координаторов, модераторов, кураторов и экспертов. Собственно говоря, в рамках бизнес-процесса компании и в рамках их должностных инструкций они тратят 5-10% своего рабочего времени на актуализацию, на поиск экспертов, на рекомендации материалов и на оценку технологий. То есть это в целом процессная часть компании. Это то, что мы создали один раз. Идите, посмотрите. Андрей, Михаил, у вас есть какой-то еще комментарий к данному вопросу? Ну, я как бы с технической и продуктовой точки зрения хотел бы отметить то, что да, Василий сказал все верно и и здесь нужно понимать, что у нас это не просто библиотека, то есть это не просто каталог с какими-то материалами, да, это скорее различные процессы, в которые вовлекаются сотрудники компании для аккумуляции этих знаний. то есть знания рассматриваются с разных сторон и рассматриваются, ну, добавляются самими сотрудниками, рассматриваются и уточняются экспертами, есть определенная система рейтингов внутри системы по рейтингу документов, которые добавляют сотрудники, а также есть возможность поощрения сотрудников за работу их с системой через тоже внутреннюю систему рейтинга пользователей, соответственно, что повышает там уровень удовлетворенности сотрудников от работы в компании.